друзья всем привет вы на канале виктор павленко и наконец-то долгожданный гость это алексей привет лёх слушай сейчас такое вот время прекрасно у тебя нет команды но ты зато попал ко мне на youtube и теперь в моей команде команда павленко ну ладно команда шведа как дела все отлично сегодня мы проведем с тобой тренировку и еще будут некоторые такие сюрпризики крутой день ты себя как чувствуешь если все не чувствую отлично в принципе как всегда да уже давно тренируюсь так соскучился к тебе по баскетболу не так давай хорошего нам настроения мы начинаем тренироваться летс го мы сразу по-серьезному или пока по фану как сам как в таком в таком положении серьезно лёх успел под отдохнуть после зону успел конечно были в токио киото высокая очень понравилось очень вкусно то мы были в америке летали и лос-анджелес там с вами несколько недель и вернулись обратно скух вот самый запоминающийся момент с отдыха там и день рождения праздновали sony настина мне просто кажется что дисней лэнд тебя больше всех запомнил дисней лэнд или или хэллоу китти лэнд какой самый был прикол в хэллоу китти через два дня когда мы были там приехал каневай со своей семьей ты расстрелся что не попался в один день не очень но было бы намного лучше если попал в каком городе тебя обожали больше всего в мбей не знаю миннесоте и в нью-йорке нью-йорке на суши давай вернемся хьюстона вот ты в сезоне я знаю вот много историй с и очень много собираешь своих товарищей по команде тиммейтов и какие-то там вечера дни рождения тусовки те джеймс харден учил нет он не имеет так собирает так не вечно нет такого уровня новичок в этом деле он руки да ладно сейчас мы продолжим легче разминка личный тренер плохая у тебя жизнь да я всем доволен валера лучше записываться к нему на тренировке да мы с валерой уже сколько пять лет вместе работаем шесть говорить мне вот сказали что можно голос менять как слышно у меня нормально виктор николаевич мы сегодня собрались потренировать лёху конечно вы будете тренировать я буду вам мешать всячески вопросами расскажите как лёх сейчас чувствует сколько он вообще не тренировался сейчас нормально уже чувствует себя мы провели 8 тренировок на улице акцент был на укрепление связок мышц и выносливости сейчас мы перешли в другое место где нужно скоростную выносливость отработать вот уже второй день мы здесь чувствует себя он хорошо можно сказать отлично твой папа сказал что вы 10 тренировок все за провели ты расскажи то что ты в америке бегал по песку просто сейчас все подумают что можно провести 10 тренировок и молодые игроки и да и хватит ночью я начал тренироваться 23 июня первый раз так что да вы не подумайте сейчас пример возьмете выходил тут с резиночкой не надо закладывать да вообще чем старше тем раньше начинаешь тренироваться если хочешь поддерживать такой же уровень если хочешь можешь просто ничего не делать если хочешь поддерживать уровень большой то больше тренироваться ты не обращаешь внимание на хейдеров но все потом пишут еще когда выходили видео как ты с папой там тренируешься легенькие веса никто не понимает типа для чего и зачем что ты можешь сказать лучше папа объяснить занимались маленькими весами это были тренажерный зал станции это была скоростная работа да папа сейчас папа разная работа тренажерная которую где-то было 10-12 станции 10-12 раз удачи 20 секунд работы 10-15 секунд переход то что маленькие веса это не из-за того что лёха не хочет тренироваться вот так вот ребят так что вы там в своих интернетах не пишите всякую чушь тренировку в лесу да кто-то рассказал что ты ржал на тему какие веса поднимают центровые да да ну или мои или даже меньше но это потому что они не приучены или ты у нас сильно такой я не знаю просто начал заниматься в америке учат когда приехал первый год постоянно там даже правило было в то что если ты не проходил в тренажерный зал 8 раз за месяц то у тебя там был штраф там что-то несколько там беде 3000 долларов и кори брюро мне кажется залезы заходил один раз в лучшем случае но ему легче было заплатить ему как говорили говорят нужно ходить он говорит нет я лучше заплачусь и вообще не появлялся ты технар получал лобби я за 1 неделю два путь по 5 тысяч не помню три пера потом 5 это выносит получил бы штраф чем я кстати впервые в истории российского баскетбола супруга баскетболист получила больше штраф чем сам игрок это уж сами решаете хорошо это ли плохо но весело точно мы вам рассказывать историю андрея николаевича мальца какую про фото про как ты забывал джерси в это мы можем рассказать ему лично он стопроцент помнит давайте ребят тысячу лайков и мы расскажем вам это вместе с андрей николаевич цель которые тренировки сегодняшние это скоростная выносливость сейчас начнется ты сразу в горку ускоряйся до конца спускаясь медленно бежишь медленно следующая горка появляется у тебя ускоряюсь я что-то переживаю далек так долго уже тренируется мы тут халяви вот не совсем конечно честно честно но лёха сам вызвался поприседаешь поприседать ну поприседать тут как бы вот пусть лег не только телефон не бери там ускоряться на я я буду слушать я не могу бежать бери телефон на короче беги с лёха снимаю и лёха будет слушать музыку далеко не отставай бегать будет минут двенадцать а там еще интервал отдых отдых нет вокруг обезут а все а просто в на каких-то отрезках он ускоряется потом бежит плавно без музыки вы точно не смог поэтому мы про спорт снимаем что-то творишь реально красиво но нормально да бежит лёха нет ну вообще бежит сейчас лёхи еще пресс дадим пусть поработает чуть-чуть 12 минут бега он 20 минут подряд играет и 12 минут бега если у меня были такие сборы я тоже еще бы играл баскетбол бы на самом деле нет пусть играют лучшие тренировка закончена лёха я устал на ног больше стоять чем ты работаешь полтора часа лёха как пошла прошла тренировка очень хорошо сразу просыпаешься но тяжело мы уже перешли к таким рывкам на 22 метров уже подготавливаемся уже такой основной этап прошел половины этапа все теперь уже прям подготовка сезон вот у меня был вопрос подготовка к какому сезону ты без команды вот во первых человек который в том сезоне топ-3 по набранным очкам топ-2 по передачам и ты без клуба как такое может быть это проблема наверное клуба они не могут наверно таких игроков себе пригласить по каким-то причинам скорее всего финансовым причинам искаю проблемы с другими командами разговариваю на предложения были уже были предложения но больше таких дней из россии и вот я вот последний особо там разговаривал два дня назад по ним китай мы просто не торопимся ждем и поедем играть туда куда заходим и на хороших словах но ты готов ждать конечно ну вот да ты человек с таким статусом который может реально выбрать там где ему хочется играть ты вот не вы где-то хочешь играть я не знаю там где мне будет нравится будет комфортно что моей семье было нравилось что были хорошие условия то сейчас многие ребята я знаю не соглашается на намного хуже условия которые у них были но вот они соглашаются тот соглашается тот не хочет хорошо а вот если в европу предложит поедешь да почему нет вера ли не хотел бы еще поиграть до последний команд который разговаривали это олимпиакос было в этом буквально неделю назад я знаю что ты любимчик его президента пантинайка стрелку он собрал банду тренер атаман ты как него мне кажется вы бы спелись точно я не знаю атаман что в офис перешел мы собрали кого-то что спелись бы посмотрим что будет я говорю просто никуда не тороплюсь сколько ты еще вот готов поиграть вообще я планировал четыре года внутри минимум просто мы с тобой там еще год общались ты сказал что-то я уже подустал потом я в двадцать или два года говорю что в 32 перестану играть баска на сто процентов и чем старше становлюсь тема кто-то отодвигает стер чуть-чуть дальше так что давай ответим хейтером я не будем отвечать остальных вещах но смотри приходишь в химки ты суперзвезда все ждут так вот там чемпионство под не ничего не получилось зацепить такого никакого первого места не было потом переходишь в цска и все пишут ну опять все там проклятие шведа умеешь до этого были в принципе я пришел когда в химки мы занимали там второе место бтб почти все время и когда я пришел в химки они никогда не играли в евролиге два года подряд вообще ни разу и когда я там был сколько шесть семь лет из этих семи лет мы играли шесть играли а еще там знаешь какая награда была два раза ты брал это перо на русский игрок который я брал лучшего бомбардира хотя бы альфонса альфонса форда правильно это хотя бы один раз ты взял два и все равно говорили вот швед вот такой вот плохой чо им ответить ну во-первых не только лучший бомбардир а там лучший бомбардир и басистом это вообще не разумно это был из россии не из европы из америки ниоткуда поэтому что я могу сказать хейтером когда получите приз поговорим с вами это чуть-чуть осталось может поиграть 10 месяцев получить я разговаривал с твоим папа он тебя досконально знает а я у него спросил какой у него твой любимый элемент в баскетболе характер мне кажется и ранее да он такой боец до музыки у тебя какой свой любимый элемент баскетболе мой кроссовер люблю бросок трех очков в прыжке сокровение заведения и день конечно мне кажется если за игру брошу один открытый бросок это будет уже очень хорошо на тебе это неинтересно такого не бывает вообще не бывает слушай когда против тебя играют эти дабл темы тебе самому нравится вот это все раскрытие развалить всю эту защиту да конечно твоя любимая давай вспомним вот тот матч когда ты играл против рт или тебе хотелось ему надрать задницу и сделать не 16 там 18 передач просто он это сделал против слабый такой астаны при всем уважении ты в дуэли с самим рт лим сделала 16 хотелось да нет а или так пошло просто то я его вообще никогда читал понятно потому что когда вы играли юралиги там был столько игроков что последствия не сказал вообще не выходил почему поэтому можно сюда вернулся он сильный игрок но я как-то не думал про него что мы как-то с ним одинаково уровне может сейчас в тб это происходит всю мою карьеру ничего такого выдающегося не показывал хорошо легкого многие спрашивают тоже подписчики какая твоя любимая еда но они вряд ли были наверно в ресторане и домоем да мне расскажи вот их просто интересно это какая-то дань и уважения твоему любимому блюду макароны с сыром или это бизнес мы открывали бизнес и все все было хорошо потом были проблемы с к видам где-то закрылись потом думали еще открыться но в принципе это такая ситуация что все работает мы туда ничего не кладываем но мы в голове думаем еще сделать еще ресторан ты сам любишь готовить я начал готовить да да я могу делать практически все я даже пасты руками ребят набираем 1000 лайков и мы с лёхой снимаем смак да да и мы не будем вообще говорить о баскетболе вам то и вам же это интересно так что проявите активность лег у меня еще такой вопрос ты единственный в российском баскетболе у которого есть свой мерч вообще как пришла такая идея и нужно ли это вообще современному спортсмену баскетболист но мы когда это все делали это вообще настя настя все придумал обсуждала мне идея понравилась мы это все сделали нам помогли ребята мы до сих пор делаем какие-то новые модели в принципе мы уже все что заказывали много раз уже все разбирали мы постоянно или докупаем какие-то какие-то майки модели футболки которые нравятся людям больше всего брали на просто перезаказываем и делаем другие цвета я ее ношу чуть ли не каждый день легко круто пообщались потренировались но мы совсем забыли о баскетболе ты давно не брал мяч в руки тут рядом площадка возможно мы встречаем детей пойдем чуть-чуть побросаем пойдем чуть бросали мы только чуть-чуть да только чуть-чуть не забывайте все должно быть в меру ты мне знаешь чё вы играете с ними в американские пацаны здорово чё как у вас дела чтобы давать какие-то нужно броски поиграть чтобы вы победили обязательно что лёха видит да он вы знаете что это такое нет а у тебя что за футболка за майка швед а где он бросаем начало рус тут все просто будет ребят лёха на трех что вас здесь Идем тут, я прям супровой, до середины играю, в чем-то забило. Откуда вы правила знаете такие, у вас там же никто с этим отрывался. У меня все сидит, на самом деле я швед, пацаны. Тогда у вас тренировка залпится. А, нет. Все, мы вас обыграли, что делать будем дальше? Давай, мы только левой рукой вводим. Поговорились? Давай. А бросаем? Бросаем тоже левой. Бросай, последний. И вот. Здоровоооо! Все, ну это начало игры. Вторая серия поет. Паша, Паша. Эй, один! Так легче, пацаны, 3-3, решающий. Финалисты, два человека, кто в американку играет, получают кроссы, помогают. Для остальных стоит еще какие-нибудь аксуары купить, понятно? Ты чего ждешь, давай его сразу забивай. Опа, все, минус. Все, минус, минус. Кто выиграет, кто выиграет. Никого выиграет? Понят. Сибири. Мешай. Понят. Все, молодцы. Все, молодцы ребята. Так, ну что-нибудь Лехе пожелаете? Шведов, нет? Удачи. Удачи. Следующая фестиваль у своего команды. Выиграйте за фестивалью Лехи. Лехи или Орликс. А за кого Лехи сыграть? С ССК. С ССК? С ССК? С ССК? С ССК? СССК? СССК. Все, берем. Пацаны, конечно, знают вкус. Выбрали вот такие вот единички. Джорданы. Вот. Что сказать? Современная молодежь. И? Форсы. Светится в темноте, сказали. Сникер хэд. Спасибо. Второе место. Держи. Ты, конечно, обманул всех и взял свою самую крутую пару. Кому-то спасибо ты говоришь. Спасибо. И тебе. Ты красавчик. Мы ждем, что ты еще что-то выиграешь и обязательно тебя подарим. Всем спасибо. Всем обниматься. Нравится? Спасибо. Да? Ммм. Друзья, это было большое интервью, большой выпуск от Лехи. Лех, все нормально? Тебе понравилось? Было идеально. Да? Слушай, ну ты все, что хотел рассказал? Мы еще встретимся и расскажу, я вспомню. Я только не помню Диснейленд или Универсал. Даже после минутной планки. Да. Даже после планки ты ее не вспомнил. Спасибо! Спасибо! Круто провели время, подарили детям кроссовки. Это офигенно. Спасибо большое Сникер Хэду. Круто. Нашли размеры. И мы проводим с Лехой, со мной, вместе с магазином Сникер Хэд. Большое розыгрыш. Переходите по ссылке в описании. Участвуйте. И у вас есть возможность выбрать, выиграть кроссовки и выбрать себе свой размер. Участвуйте, подписывайтесь на Леху, на Сникер Хэд, на меня. И все будет круто. Спасибо вам большое. Мы не прощаемся. Тысяча лайков. Много просмотров. И кулинарное шоу вместе с Алексеем. Всем спасибо. Смак. Смак. Подними его звать. Я Ургант. Спасибо, Алексей. Все, ребят, спасибо. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok